Приветствую всех, с вами экстрименчик! Я надеюсь вы все здорово отпраздновали новый год и приобрели в магазинах что-то интересное для себя. Всех с прошедшим! Это видео будет посвящено обзору платного дополнения Lonely Mountain к игре Craft the World, которая вышла в далеком 2013 году. Возможно об этой игре вы вообще ничего не слышали, но мне она напоминает старую игру Diggers, где вам надо копать в глубь земли, выкапывать ресурсы, крафтить экипировку для усиления ваших гномов и открывать дерево технологий. В стиме отзывы крайне неоднозначные, а видео по дополнению крайне убого и игроки могут задаться вопросом, о чем это дополнение и стоит ли оно своих денег. Что ж, я помогу вам в этом разобраться. Это дополнение вводят новую карту для одиночного режима, то есть вы не сможете играть в нее по сети. По размерам это самая большая карта, где в центре расположена огромная гора, а для того, чтобы открыть телепорт на низины потребуется очень много маны. Модельки овец и куриц заменены и животные дают больше ресурсов при убийстве. Изменено и дерево технологий. Оно стало меньше, оттуда повырезали производственные здания, вроде кузницы, каменного станка, алхимического стола и прочее. Также убрали многие привычные технологии, вроде мебели и различные виды брони. Теперь некоторые технологии скрыты от игрока и открываются ему только тогда, когда он подберет сломанный стул или кровать, чтобы починить ее и использовать по новой. На некоторых этапах стало сложнее достигать следующих технологий, поскольку поломанную мебель вам придется искать на карте, спускаясь все глубже и глубже в горе. Говоря о ней, она построена по простому принципу. Вся она является огромным тоннелем с множеством комнат, сокровищ и монстров. Поскольку вы не можете крафтить верстаки, то в горе присутствуют уже встроенные, которые вы обнаруживаете по мере исследования тоннелей. Копать вам тут не придется, ибо ресурсов в горе нет, однако вы найдете кучу сокровищ в сундуках, а золота у вас будет столько, что вы сможете беспроблемно купить генераторов маны и мифрилового оружия. Также завезли новых монстров, темных орков, которые по сути являются перерисованными модельками уже существующих монстров в игре. Ну и тролля. Кстати, он мне кажется багнутом. В нем тонну на здоровье, у него серьезная атака, но он не двигается. И его без всяких проблем можно убить лучником, а в некоторых случаях и воином в ближнем бою. Порталы теперь не открываются как обычно, откуда выползают скелеты. Теперь орки проламывают стены и оттуда выползает несколько армий. Иногда даже тролль, причем чем ниже спускайтесь по горе, тем ниже открываются порталы, чтобы исследование горы стало более опасным. Стоит поговорить о минусах дополнения. Как я уже упоминал ранее, оно для одиночной игры. Кроме этого, в игре присутствуют баги. Например, вам игра сообщает, что вы можете скрафтить неизвестную технологию, когда подобрали поломанный предмет, но в инвентаре он не отображается. А если перейти по дереву технологий, то вы обнаружите, что список требуемых ресурсов пуст, но указано количество, которое вы сможете скрафтить. Конечно же, крафт не происходит. Это затрудняет достижение следующей технологии. Для кого-то может оказаться и минусом некоторая линия наиспрохождение. Поскольку копать ресурсов не придется, а все обмандирования вы находите в самой горе, вам придется продвигаться вглубь горы, чтобы получать ресурсы и открывать новые технологии. А порталы вы не сможете открыть, пока не уничтожите лагерь монстров. Такой себе уклон в РПГ составляющую. Ну и поскольку в горе уже есть куча комнат, а сами блоки очень прочные, то у вас не будет возможности развернуть весь свой творческий потенциал для постройки жилища своей мечты. В целом, учитывая все минусы и ощущения, которые я получил в дополнениях, мне оно понравилось, поскольку вносит ощутимое разнообразие в игру. Ну а стоит ли оно своих денег, решать вам. Я его взял по скидке и советую вам тоже их дождаться, если еще не прошли все карты из одиночной игры. Ну а с вами был экстремензиум, ставьте лайк, если понравилось это видео и подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить новые обзоры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok